По краям должно быть, вероятно, четыре скамейки с узнами. Нормально, с детской площадкой особенно нормально. Перед началом встречи глава прошелся по микрорайону, посмотрел, как благоустраивается парк. На то, чтобы привести его в порядок, по федеральной программе «Комфортная городская среда» было выделено более трех миллионов рублей. Работы должны быть завершены к середине октября. Традиционно все работы, связанные с благоустройством, строительством объектов, они преимущественно заканчиваются как раз к осени, к окончанию летнего периода. Встречу с жителями микрорайона ДОК Андрей Бральнин начал с доклада о проделанной за 2017 год работе, с проектов, реализация которых стала возможной благодаря аккумуляции сил и средств городских, областных, федеральных. Это и объездная дорога, открытие которой планируется буквально через месяц, и театральный сквер, Двинопарк, бульвар искусств, едной знак и знаки туристской навигации. В год столетия Котласа его благоустройству было уделено особое внимание. Так, за счет бюджетных средств отремонтированы 4 километра автомобильных дорог и тротуаров. Облагорожены 12 дворовых территорий, запущена система «Безопасный город». Проведена газификация микрорайона Болтинка и нескольких улиц поселка Ивычегодский. Проводятся ремонты, модернизация социальных объектов и многое другое. 2017 год знаменован самым главным событием для нашего города. Это столетие со дня присвоения статуса города. После доклада участники встречи перешли к вопросам, которых у жителей микрорайона накопилось немало. Большая часть из них касалась жилищно-коммунальных проблем и проблем в сфере благоустройства. Дебаты развернулись по поводу ям и луж возле библиотеки на Красносельской 1. Люди негодовали, что из-за них в здание проблематично попасть не только детям, но и взрослым. Эта территория относится к придомовой, поэтому заниматься и должна управляющая компания. Но Андрей Бральнин решил пойти навстречу жителям. Давайте мы так договоримся. Проводим собрание. Значит, напополам, учитывая, что там есть социальный объект, половину мы возьмем на себя, половину жильцы. И тогда вместе решим эту проблему. Еще жители дома по Красносельской 1 возмущались резким запахом канализации из подвала. С их слов они неоднократно обращали свою управляющую компанию «Стандарт». Однако никаких действий за этим не последовало. Коммунальщики, в свою очередь, винят Горводоканал. Стоит воровая канализация, которую мы не обслуживаем. Работа по прочистке не проводится, соответственно, сеть городская стоит. Вот возникают иногда такие проблемы. Значит, давайте мы совместно с управляющей компанией, с Горводоканалом обследование проведем. Подумаем, какие там можно мероприятия провести. Похожая проблема коснулась и жителей дома номер 3 по улице Ермакова. Вот тут все говорят, что затапливает подвалы, а у нас не только подвал, у нас как только затор, у нас все плывет в квартиру, понимаете? Проверку этого дома глава также пообещал включить в рабочую комиссию. И так договоримся, до конца этой недели комиссия туда выйдет, Анатолий Николаевич развесит объявление, вы сможете принять участие в работе этой комиссии. А вот жители Спартака-16 возмущались отсутствием ремонта в своем доме. Присутствовавшие на встрече коммунальщики тут же заверили главу. Ремонт будет, и в первую очередь управляющая компания восстановит дымоходные трубы. Сейчас уже все подготовлено. То есть, я думаю, что... Я понимаю. До середины октября мы выполним эти работы. До 15 октября вы работу выполнили? Да, да, да. Интересовались жители ДОКа и освещение микрорайона и его газификации. Отвечая на этот вопрос, Андрей Бральнин отметил, в настоящий момент областные средства на газификацию не выделяются. А потому администрации города приходится делать все своими силами. Из-за чего работа идет медленнее, чем хотелось бы. Это же касается и освещения. Значит, по поводу освещения в частном секторе. У нас это, собственно, как и с грунтовыми дорогами, проблема общая. Мы также вместе с депутатами обсуждаем программу по освещению. То есть для того, чтобы сделать его, нужен проект. Нужно выделить деньги на строительство самой линии. Глава города посоветовал жителям обсуждать эти вопросы с депутатами микрорайона, чтобы через них взаимодействовать с администрацией города и планировать работы по благоустройству. Денежки, которые у нас есть на очередной год, вместе с общественностью, с депутатами принимаем решение. И тогда делаем улицу. Если вы примете решение сделать улицу Спартака, освещение на этой улице, мы сделаем. Обращались жители ДОКа к главе города и по поводу состояния улиц в микрорайоне. Так, с их слов, из-за отсутствия канав вдоль дороги регулярно затапливается водой улица Южная. Глава поручил рассмотреть этот вопрос Алексею Норицыну и принять меры. Бурное обсуждение вызвал вопрос о вывозе мусора с улицы Тимирязева. Жители этого частного сектора возмущены тем, что кто-то платит за вывоз отходов, а кто-то нет. И даже не желает заключать договор, хотя пользуется контейнером. Отвечая на этот вопрос, Андрей Бральнин рассказал, что на сегодняшний день, к сожалению, не существует закона, позволяющего наказывать таких уклонистов. Но вскоре эта проблема будет решена на законодательном уровне. Они будут, они сейчас в Государственной Думе рассматриваются. Будут штрафы для собственников частного сектора, для тех, кто не заключил до сих пор договора. Сегодня Андрей Бральнин проведет свою очередную встречу с жителями микрорайона Лиминда. А уже завтра, 27 сентября, главу ждут в поселке Вычегодский. В четверг Андрей Бральнин встретится с котлашанами в городском ДК. Начало всех встреч в 18 часов.